Всем привет! Сегодня делаем цветок, новогодний цветок, полсентия или рождественская звезда. Для этого нам понадобится бумага красная и зеленая. Оттенок красного и зеленого можно выбирать любой. Понадобится клеевой пистолет, ножницы, линейка и нужна будет проволока. Я для проволоки выбрала вот такой провод. Нам просто нужно будет освободить проволоку от этого чехла. Вот эти проволочки будут нужны. Но вот этого вполне хватит. Проволока сложена подвое. Ее нужно будет тоже распустить, потому как понадобится только одиночная проволока. Дать понадобится вот такая вот флористическая проволока. Она такая довольно крепкая. Для одного цветка нам нужно будет 1, 2, 3, 4. Это для одного ряда. 4 по 14 сантиметров. Вот 14 вполне нормально. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. Это для цветка. И нам нужно будет еще 3-4 штуки для листьев. Отмеряем 15 сантиметров. Итого нужно будет нарезать 4 по 15 и 8 по 14. Теперь по бумаге. Цветок будем делать небольшой. От рулону бумаги отмеряем 8 сантиметров. И отрезаем. Полученный отрезок делим на 5 равных частей по 10 сантиметров. Вот это 5 лепестков. А нам нужно, чтобы их было 8. Поэтому от рулона мы сразу отмеряем и отрезаем. 10 сантиметров. Отрезаем 10 сантиметров. Полученное полотно мы делим на 5 равных частей по 10 сантиметров. 5 штук 9 на 10 сантиметров. И 5 штук 10 на 10 сантиметров. Начнем работать 10 на 10 сантиметров. Каждый квадрат мы разрезаем. То же самое делаем с мелкими. От листа зеленой бумаги мы отмеряем и отрезаем 12 сантиметров. Полученное полотно нужно будет разрезать на 4 равные части по 12 с половиной сантиметров. В итоге должно получиться 4 отрезка. 12 на 12 с половиной сантиметров. От угла к углу. Разрезаем. И складываем таким образом. Чтобы была елочка. Аналогично у нас сложенная красная. Чтобы была елочка. Каждую из проволок нужно выпрямить. Начинаем с мелких. Так как резать с проволокой будет тяжело. Мы сразу прикладываем. Следим за тем, чтобы была вот эта перфорация. Друг на друга лепестки заходят где-то примерно 5 миллиметров. Больше не надо. И срезаем кончик полукругом. Таким образом. Наносим клей. Кладем проволоку. И этим лепестком закрываем. С первого раза может и не получиться. И теперь аккуратно придавливаем. Берем ножницы и вырезаем. Обычный лепесток. Поворачиваем к себе тонким краем. И просто в произвольном порядке начинаем выбирать. И с другой стороны. В итоге получился такой листочек. Дальше. Мы пальцем проделываем бороздки. Краешки слегка растягиваем. И загибаем. Получится вот такой листок. Попробуем еще раз. Вот такой листок должен получиться. У меня их уже два. Теперь делаем это с этим и с этим. Придаем им тоже форму. Здесь у нас четыре. Четыре, да? Эти пока стороночку, они лишние. С этими нам нужно сделать все то же самое. Сначала выправляем. А затем соединяем. Четыре лепестка покрупнее. Четыре лепестка помельче. Так, теперь у нас на очереди зеленые. Но это уже не лепестки, а листья. Лист зеленый один готов. Стоп. Та же ошибка. Сначала нужно вырезать вниз, чтобы потом не мучиться. Придаем листьям изогнутый вид. Листья умышленно делаю разные величины. Какие-то побольше, какие-то поменьше. И так, четыре листочка у нас в итоге подготовлены. Четыре зеленых листка. Четыре маленьких красных. И четыре красных побольше. Теперь, что нам будет нужно. Нам нужно будет вырезать два прямоугольника одинаковых. Желтый и красный. Затем два прямоугольника тоже одинаковых. И вот такие два прямоугольника. Вот такие прямоугольники. Затем их нужно будет склеить следующим образом. Два больших прямоугольника мы склеиваем по низу. Просто друг с другом. Следующие два. Мы склеим его между собой. Следующий тоже саму. Этот поверху. Небольшая хитрость. Если вдруг у вас один получается больше, а другой меньше, вы начинаете клеить с одного края. А когда будет понятно, какой из них больше, какой меньше, вы его просто подтянете. Ой, у нас должно быть их не четыре, а пять. От листа желтой и красной бумаги нам нужно будет отрезать прямоугольники, аналогичные вот этим. И таким же образом их между собой склеить. Так, таких у нас должно быть три. Таких два. И такой один. Начнем работать вот с этим. Нам нужно... Вот здесь у нас место склеенное. Да, да, вот этот ряд не склеен, а этот склеен. По направлению к склеенному ряду нарезаем с частотой где-то в два миллиметра. Получается меньше, окей. Скрутим. Первая заготовка. Вторая заготовка. Что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет ее вот так скрутить. И вот здесь проклеив. Склеить. Ой, только вот, чтобы клей не выползал. С этим делаем все то же самое. Единственное, что... Так, если мы скрутим вот эту часть вот сюда, я предлагаю все-таки подклеить, так будет аккуратнее. Подклей. И теперь так же скручиваем. Наносим вот здесь клей. Аккуратненько. Закручиваем до конца. Так, теперь самое интересное. Что нам нужно будет сделать? Здесь нам нужно будет взять и выгнуть. Ну, как бы немножко неудобно, потому что эта бумага не предназначена к такому складыванию. Немножечко ее собираем здесь по серединке и тоже закручиваем, чтобы получилась такая улиточка. И приклеим по кругу. Теперь мы сделаем таким образом, чтобы у нас красная сторона была внутри, а желтая снаружи. Чтобы здесь у нас красная снаружи, а здесь желтая. Приклеиваем этот край и затем приклеиваем, скручиваем. Вот что должно получиться. Здесь у нас красная, здесь желтая. Две вот таких. Одна нарезанная. Ну, и теперь мы тоже скрутим красным наружу. И затем склеиваем. Теперь нам понадобится проволок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Ну, шести сантиметров вполне достаточно. Мы наносим клей. Загоняем его вот в эту серединку. И пальчиками вот так вот скручиваем. Получается вот такой бутон. И повторяем еще раз. Для того, чтобы приступить к сборке цветка, нам нужно все вот эти краешки у листьев и у серединки заклеить зеленой бумагой. Для этого нам нужно нарезать полоски шириной ну, где-то сантиметр-семь миллиметров. Просто чем мельче эта полоска, ну, хотя бы там пять миллиметров, тем удобнее с ней на самом деле работать. Такие полоски. Их нужно будет несколько. Каждую полосочку мы немножко растянем. Наносим клей где-то сантиметром на три и приклеиваем по кругу. Загибаем краешки и потихонечку уходим на стебель, сжимая и приклеивая. И с этими повторяем все то же самое. Наносим клей, приклеиваем с обратной стороны и обматываем в стебель. Вся подготовительная работа закончилась. Теперь нам понадобится вот эта жесткая проволока. Нам нужно сложить ее пополам. Это будет у нас вверх. Все зависит от того, какой длины вы хотите стебель. Мой не должен быть длинным, поэтому мне этой величины вполне достаточно. Теперь отодвигаем кусочки пока в сторону. Для дальнейшей работы нам будет нужна зеленая лента. Начинаем клеить сначала середину вот такую, мохнатенькую. Наносим клей на ножку и ее просто фиксируем к стеблю. Параллельно будем и обматывать. Следом начинаем клеить нашу серединку. Все, середина готова. Теперь можно приступать к креплению лепестков. Начинаем мы лепестки. Сейчас я освобожусь от клея. Начинаем мы клеить лепестки те, что поменьше. Клеить будем вот таким вот образом. Четыре штуки по кругу. Наносим клей и фиксируем. Стараемся попадать вот между соцветиями середины. Это первый ряд красных лепестков. или лепестков. Не знаю, как правильно. И сразу же приступаем к фиксации второго круга. Красных лепестков. И наша задача приклеить их, попадая между лепестками. следующий лепесток. Следующий листочек, лепесточек. И сейчас пришло время фиксировать финальный красный лепесток. Все то же самое. Наносим клей и клеим его между лепестками. Эта ленточка у меня закончилась. Теперь нам нужно будет зафиксировать зеленые листья. Субтитры создавал DimaTorzok. Наносим клей и трассируем. Для того чтобы нам не тратиться, но вывести эту часть тоже толстой, можно прибегнуть к кусочкам бумаги или просто обмотать бумажным полотенцем или туалетной бумагой. Все, цветок, рождественский цветок готов. Цветов можно сделать несколько и составить из них красивую композицию, определив какой-нибудь горшок. А главное, этот цветок очень простой, его несложно и быстро сделать. Можно украсить елку, если сделать этих цветов много и заранее. Но гораздо интереснее этот цветок смотрится в композиции, когда их несколько. В цветке я добавила листьев снизу, когда много зелени, цветок кажется более живым, симпатичным, пышным. Этот цветок украсит любой подоконник. И по традиции, не переставайте удивляться, удивляйте и радуйте близких. Всем удачи! Пока-пока!